МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотя, почему нет, в студии они бывают очень редко. Мои коллеги, корреспондент «Комсомольская правда» на Алтае Иван Алексюк и главный редактор нашего холдинга «Сибирской медиагруппы» Андрей Никитин. Ребята, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Мы с вами ежедневно, бок о бок, плечо к плечу, уже много лет вместе. И вот только сегодня я задалась вопросом, как вы пришли в профессию? Вань? Ну, это вообще произошло со скандалом практически. Я занимался бизнесом, у меня там было какое-то небольшое предприятие, я там возил запчасти из Китая. И тут у меня какой-то кризис случился, думаю, ну, скукотища страшная. Я там собрал последние деньги, уехал в Таиланд, там практически, не знаю, на месяц пожил. Думаю, вернусь, и хочется что-то, какую-то работу найти. Ну, и все. Вот мне товарищ говорит, а тут в Комсомолке, это было еще в Кемерово тогда, типа, есть вакантное место. Ну, я пришел, там редактора не было, я сел, там начал новости писать, там с другим познакомился, говорит, ну, пиши. Вот, редактор возвращается, говорит, это вообще кто, вы кого привели? Ну, потом познакомились, как бы, и все нормально стало, вот я начал так работать. То есть такой фразы, как понаберут по объявлению, как у нас бывает, звучит. Я не по объявлению, я сам туда пришел, ворвался, сел и начал писать новости. То есть ты сразу понял, что это твое? Наверное, я понял, вот чуть-чуть попозже, я помню, тогда произошло у нас заказное убийство громкое, убили предпринимателей, мне вот, мне, значит, товарищи из полиции говорят, вот, езжай туда, там все, я приезжаю, там еще место происшествия осматривает, лежит вот этот погибший человек, тут же оружие. Я вспомнил, я споткнулся об этот обрез, потому что, ну, как-то от волнения, вот это все. И после вот этого, наверное, мощного выброса адреналина, от того, что нужно быстрее-быстрее все выяснять, там как-то, я понял, что мне это очень нравится. Андрей Борисович, ну, а вы как в профессии? Я тоже случайно попал, я поступил на исторический факультет и учился в университете в нашем, мне попалась в руки газета «За науку», она тогда была боевой, веселой, такой, интересной, это было начало 90-х годов, и я там прочитал какую-то юмористическую заметку, а мы как раз сдавали философию, я решил эту философию всю, потому что она очень, уже такой жуткий предмет был для меня, я решил ее все перевести в шутку, и также в виде вот этой юморески, которую я там прочитал, сделать свою, принес им «За науку», они прочитали, сказали, ну, нормально, пиши. Параллельно у нас был свой STEM, студенческий театр эстрадных миниатюр, я туда писал небольшие такие юморески, и вот я стал заносить им «За науку» юморески, а потом, когда я на третьем курсе учился, человек ушел дальше работать в большую прессу и попросил меня вместо него поработать, я вот начал работать, за мной закрепили, там было разделено за каждым корреспондентом какой-то из корпусов, за мной закрепили корпус экономистов и юристов, я писал оттуда заметки и писал материалы, год я там проработал, меня позвали в большую газету, я ушел туда, и вот как-то вот оно все закрутилось. Периода на раздуме и не было, от каких-то скитаний, как у Ивана. Нет, я прям со студентами, вот у меня больше 25 лет уже трудовой стаж, именно журналистский, я как вот в «За науку» я пришел в 95-м году. А с какой редакции уже с профессиональной ты начал? Свободный курс. Я там долго работал в разных СМИ и в газетах, и многими газетами руководил, и сайтами, и радиостанцией, то есть вот все, что сейчас вот в СМГ работаю главным редактором, здесь у нас много изданий. Слушайте, ребята, а если бы вот, допустим, не журналистика, да, а вот со временем все как-то поднадоедает, и сидишь и думаешь иногда к черту бросить все, куда бы пошел, обратно торговать запчастями? Не, наверное, туда точно нет, это как-то такой пройденный этап. Ну вот для меня журналистика вообще стала таким вот возможностью дополнительного образования. Столько людей удивительных, встреч на своем пути, постоянно разные темы, вот. И, ну, наверное, сейчас вот углубляясь во все вот эти происшествия, там, ЧП, это все-таки что-то связанное с юриспруденцией, там, правоохранительными органами. Ну а вы, наверное, куда-нибудь в творческом направлении двинули, не знаю вас. Я же изначально хотел быть писателем. Я туда, вот, в журналистику попал, что, у меня даже мысль такая была, что журналисты пишут свой роман, только они его разбрасывают по своим статьям. Там, сюда кусочек, сюда кусочек, сюда кусочек. Ну и не успевают написать свой роман. Поэтому я, если бы у меня было много свободного времени и много денег лишних, которые мне нужно было зарабатывать, я бы, конечно, стал писателем. Ну еще есть время в фире Диме и Муаре потом написать. Да, да, буду писать о том, как мы работали с журналистами. Это, на самом деле, очень интересно. Ну сейчас удается в череде своих должностных обязанностей успеть что-то для души пописать? Нет. Скучаешь? Скучаю. Ну, видимо, до этого нужно еще добраться, потому что... Иногда я что-нибудь такое накидываю короткое и сдаю в Фейсбук. Я вот сейчас посмотрел, решил повытаскивать свои эти шутки, небольшие такие короткие приколы. Попытался повытаскивать за все время. И, ну, набрал что-то страниц, 18 их, и брусил это грязное дело. И то я это всего три года фейсбучных просмотрел. Дальше я уже не могу. Там, наверное, будет на целую книгу. Ну да, Андрей Борисович, вы теперь руководитель большого холдинга. Да, мы журналисты, люди такие, со своими амбициями, характером. Как удается справляться? Нет, я сейчас скажу еще. Иван сказал, в чем прелесть журналистики. У меня еще одно было любимое занятие – это ездить в командировки. То есть вот ничто тебе так не дает возможность путешествовать. Путешествовать, ну, по крайней мере, по Алтайскому краю, как журналистика. Ну, наверное, есть еще какие-то другие профессии, где там человеку нужно. Но, с другой стороны, он едет там по работе, где-то там железяки какие-то делать. А ты тут каждый раз встречаешься с новыми людьми, видишь новые предприятия или там новые школы, новые что-то еще. Разговариваешь с ними с проблемами или там, наоборот, с радостью, еще с чем-то. И я вот до сих пор именно вот поэтому скучаю, потому что мне очень нравилось ездить. Я у меня были вот когда, я был просто корреспондентом, я там ездил очень много по краю, делал материалы такие. Это прям, если это когда журналисты молодые говорят, ой, что-то скучно. Я говорю, как скучно-то, ты езжай в командировку, там так весело. Еще вот раньше, когда машин не было таких, как вот сейчас разъездные у нас машины есть, ты ездил на общественном транспорте, на автобусах, на поездах, там еще как-то добираться, это еще веселее. Романтика, одним словом. Романтика, да, то есть, особенно пока ты еще молод, почему бы не съездить? Ну, к предыдущему вопросу вернемся. Каково оно быть в роли руководителя большим коллективом? Ну, это сложно, потому что ты работаешь с людьми, с людьми внутри, с людьми снаружи, тебе нужно с каждым человеком найти общий язык. Помогает работа журналистов, потому что до этого ты интервьюировал людей, ты начинал... То есть ты знаешь работу изнутри. Да, 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 то есть ты понимаешь, как человек, что тебе говорит, как он к тебе относится, как его разговорить, как ему понравится, чтобы потом дальше продолжить разговор. То есть нужно с ним найти общий язык, какие-то общие точки соприкосновения и работать. Я поэтому не люблю командный метод, то есть, ну, такой директивный, я люблю договариваться с людьми, объяснять, как выйти на нужный результат. Нас этот метод устраивает. Иван, ну вот Андрей Борисович сказал уже, что любил путешествия, какие-то командировки. Ты о чем любишь писать? Любишь ли вот так же куда-нибудь с головой в поля? Ну да, конечно, куда-нибудь поехать. Ну, по сути, вся вот работа, все вот эти воспоминания, да, что интересного в твоей работе? Это вот когда ты куда-то ездил, там вспоминаешь, вот эти ледоходы какие-то, там дома разрушили, это же такие картины. И ты всегда оказываешься, ну, самым первым, там, и потом рассказываешь об этом людям. Там, может быть, телевизиончиком еще проще вы картинку показываете, привозите, вот это все такое полное погружение. Когда ты пишешь, тебе нужно потом с кем-то поговорить, и не все входит в текст, но это всегда все остается в тебе. Вот эти слова, они потом в тебе живут, там, в воспоминаниях, и вот какой-то, может быть, ты говоришь совсем простым человеком, фермер, там, пострадал от чего-то, вот. И ты смотришь на его лицо, вот это выражение, и это все равно тебя наполняет каждый раз. И я не знаю, мне кажется, это уже какой-то даже наркотик. Ты подсаживаешься на именно вот это такое глубокое общение с людьми. Ты знаешь вот этого человека, наверное, в какой-то момент, на небольшой период лучше, чем кто-либо другой, потому что ты выясняешь у него обстоятельства, у его родственников, можешь составить целую картину, и потом тебе нужно ее передать другим людям. Ты вот немножко сказал про телевизионщиков. Я добавлю, что не раз пытались мы тебя к нам затащить. Приятная внешность, хороший голос. И ты никак не соглашаешься. С чем это связано? То есть вот газета, радио подсел. Мне кажется, просто у вас очень сложная работа. Нужно не только вот сформулировать четко свою мысль, нужно еще и держать при этом лицо, там, руки. Вот вы меня заставили за этот, за трибуну. Нужно новости читать, а руки куда деть? Вот они у тебя тут болтаются, и нужно же красиво в камере держаться. А в газете ты можешь текстом собраться, мыслью растечься. Там как-то вот это предложение, оно у тебя запечатлено на бумаге, и ты можешь его конструировать нужным образом. Всегда есть вот на что опереться, нет вот такого вот вспышки. Мне кажется, это немножко, все-таки текст немножко глубже, и ты не ограничен так во времени. Ну, потому что нам действительно помогает картинка. Нам не обязательно о ней писать, она вот на экране. Как вот вы думаете, какой период сейчас современная пресса переживает? То есть там лет 15 назад, когда я только тоже начинала работать, нас считали четвертой властью, и мы это ощущали. Мы сохраняем эти позиции? Понимаете, само понятие четвертая власть, оно неверное. Его придумали в 90-е годы, или может быть в конце 80-х, чтобы как бы нам так конфету бросить, что мы четвертая власть. На самом деле никогда СМИ не было четвертой властью. СМИ, если мы посмотрим, как она называется в мире, это называется медиа. Это медиа, это как вот медиана, медиатор. То есть это корень, который называется между, посредине. То есть мы находимся посредине между обществом и властью, между продавцами и покупателями, то есть между тем и другим. И то есть мы вот как такой инструмент вот всего этого дела, который объясняет одним про других, этим про этих, и показывает, что в принципе происходит тем и другим, чтобы они могли где-то соприкоснуться. Вот мы как раз этот медиатор и есть. Когда сказали, что мы четвертая власть, многие в это уверовали, и начали заниматься именно не журналистикой, а политикой. А наша задача заниматься информированием. Все равно это какой-то вот как прожектор. Есть проблемы темные, и вот на местах там может быть какое-то самодурство чиновников, или там вопрос давно не решается, и он освещается, и вопрос сразу начинает решаться. Потому что когда это на виду у всех, то тут нет места злоупотреблением, то есть все должно быть предельно чистым. Там не решается вопрос, там произошло какое-то преступление, последний случай, да, табуны, лошадей расстреляли. Об этом написали не только там региональные смены, но и на федеральном уровне. И тут столько людей взяли на контроль это дело сразу, что я уверен, там очень быстро этот вопрос решится. То есть там уже практически, наверное, установили тех, кто это сделал, ну или на пути к тому. А хотя в прошлом году там аналогичный случай, может быть, не такой масштабный был, и никого не нашли, ничего не произошло. Я вот тут вспомнила, что ты пытался как-то покинуть нашу редакцию и работать, так сказать, на удаленке, как сейчас принято говорить, для федеральной комсомолки. Что не сложилось? Ты вернулся. Ну, почему мы, конечно, рады. Удаленка. То есть удаленка. Это не для нас, да? Да, все-таки это в основе всего лежит общение. Это и наркотик, это и стимул что-то делать. Потому что когда ты в одних стенах находишься, это, ну, вроде бы ты что-то пишешь, вроде какая-то техническая работа, механическая, но вот это живое общение его ничто не заменит. И плюс у нас есть достаточно свободный вообще простор выборов тем, которые действительно интересны тебе. А интерес – это основа нашей профессии. Ребят, ну вот вернемся ко Дню Российской Печати. Отличный праздник, повод встретиться, повод поговорить и, в общем-то, наградить за заслуги разными дипломами, грамотами разных уровней. От себя скажу, какого бы уровня ни была вот эта награда, всегда приятно. В конце нашей беседы чем гордимся? Какие там победы есть в нашем холдинге за прошлый год, например? Ну, у нас много побед. У нас многих людей награждали краевыми наградами. городскими наградами. И вот сейчас я знаю, что в этом году, то есть вот сейчас, 13-го числа, 14-го, придет череда наград, и у нас не один десяток человек из нашей компании будут награждены. У нас есть федеральные награды за прошлый год. Вот Ольга Ведерникова, кстати, о которой я говорил, она получила большую федеральную награду. У нас вот Голубева Таня получила награду. Шеф-редактор телеканала «Толк» получила большую награду «Сибирь.Про». А у нас из московского комсомольца «Налтайк» Катя получила награду. Ну, там очень много, если перечислять, то люди получают награду. Но самое главное, то, что наша компания остается с крупнейшим холдингом. Нас читают, к нам прислушиваются. Интересно, что после наших публикаций иногда возбуждают дела. Это действительно так. Регулярно могу сказать. Вот я помню, когда вы там находили вот этот контрафакт с сигаретами алкогольными, я помню. Я помню, вот как у нас, допустим, Банфакс, он там защищал в одном из районов речку, чтобы ее промышленники местные не испортили, которые золото добывают. Потому что местные люди и помогли, и там мешалось руководство края. То есть здесь тоже помогли людям отстоять эту речку, не дали им ее использовать. Много таких вещей, которые, вроде бы, кажется, это наша рутинная работа. Мы вот пишем, собираем информацию, пишем, собираем информацию, пишем. Но эта рутинная работа помогает людям. Это всегда очень важно. То есть здесь награда именно то, что ты написал, снял или рассказал по радио, это услышали, и вот это самое главное. Спасибо, что нашли время, со мной пообщались. Предлагаю разойтись по рабочим местам. С праздником. Да, я тоже в свою очередь поздравляю всех наших коллег с праздником Днем Российской Печати.